Всем привет! Меня зовут Лена Плотникова и я журналист. Правда, до переезда в Лос-Анджелес я только писала и лишь здесь создала свой YouTube-канал «Приехать в США», где знакомлю вас с простыми русскоговорящими ребятами, которые не побоялись переехать в другую страну. Кстати, подпишитесь на мой канал прямо сейчас, чтобы не терять мои новые видео о переезде в США. Сегодня я встречусь с танцором, основательницей студии «Джаз Фан» для русских в Лос-Анджелесе и певицей Кариной Доба. Почему она? Смотрите сами! Карина, ты переехала из Украины три года назад в Лос-Анджелес, но за это время, это такой небольшой срок, тебя узнал практически весь русскоязычный мир и более того, большинство девушек здесь молодых уже побывали на твоих занятиях. Но прежде чем этому случиться было, ты сделала небольшую карьеру в Украине. Расскажи вообще, что конкретно у тебя там было, чтобы люди понимали, что человеку приходится оставлять и начинать с нуля уже здесь. Я переехала учиться в Киев, и там я просто решила заниматься танцами, ну, продолжить заниматься, я с детства танцую. Я пришла в танцевальную студию Мэйвэй и просто влюбилась в педагога, ну, как бы в танцы, как он танцует, и решила, что всё, мне срочно нужно танцевать. Я, в общем, начала ходить на студию просто с пяти вечера и до одиннадцати ночи, вот так каждый день практически. Потом я прошла летнюю академию танцевальную, у нас-то было очень много стилей всяких разных, даже джаз, в общем, всё-всё-всё прошла. Вот, я прошла кастинг, в общем, стала педагогом, у меня на студии было по тридцать человек, джаз-фан, хип-хоп вела, и потом я начала, как бы влилась в эту тусовку, там, где работа с звёздами, и так потихонечку оно набирало обороты, и потом, когда я уже уезжала в Америку, у меня действительно девчонки плакали, куда ты едешь, зачем? Ну, то есть, я сама не понимала до конца, зачем это мне всё надо, но видишь, вот как оно всё разворачивается, то есть, мы одно оставляем, но обязательно что-то новое открывается. Поэтому я нисколько не жалею, но путь я проделала такой достаточно жёсткий. Технически ты вообще здесь оказалась по рабочей визе. А можешь просто дать, например, три совета тем людям, которые только, например, посмотрят нас и захотят переехать, или смотрят других блогеров, но, условно, ничего не предпринимают, или не знают, с чего начать, как им по своей специальности, просто это всё равно типичные условия, как им по своей специальности начать это делать? Ну, смотри, я переехала по творческой визе, то есть, если вы там блогер, если вы там крутой стилист, если там певец, танцор, кто там ещё, то есть, есть такая возможность, айтишник, есть такая виза О1, О2, это всё творческие визы, берёте себе, находите клёвого адвоката, и собираете всё, то есть, мелочайшие подробности, там, допустим, где-то в статье про вас есть, вы где-то засветились на телеке, и так дальше, то есть, всю информацию собираете. И не важно, какое это телевидение, правильно? Регионально это может быть, твоего города, не важно. Точно, точно. Собираете всю информацию в кучу, с кем вы работали, со звёздами, или так, просто ставили себе какой-то, в общем, все свои достижения собираете в кучу, идёте к адвокату, и он вам скажет, вы подходите на эту визу или нет. Я правильно понимаю, что многие ребята, когда думают, что нужно найти работодателя в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, в США, неважно, они ищут американского работодателя, американца, и из-за этого встречают много сложностей. Ну, зачем ему брать кого-то из России, перевозить, делать документы, и поэтому важно сказать, ну, мне кажется, я, возможно, ошибаюсь, важно сказать, чтобы изучали русские группы, украинские группы, в общем, свою страну здесь, и искали работодателя у этого человека. Может быть, вы необходимы ему, и он вам эти документы поможет сделать, потому что без О1 визы, точнее, О1 визу невозможно сделать без документов от работодателя в том числе. Конечно, то есть у тебя должен быть работодатель 100%, или же есть еще вариант, если ты суперталантлив, там, со звездами работал, ты можешь сразу подать на грин-карту. Есть такой вариант, не проходя, это тот путь, который я проходила, сначала виза рабочий, плен грин-карта, то есть изначально можно сделать себе грин-карту по творчеству. Сейчас, правда, я не знаю, это нужно, опять же, консультироваться с адвокатом, потому что в связи с этими всеми изменениями, сейчас я слышала, приостановили выдачу грин-карты, но все же очень важно изучить этот вопрос, потому что можно сразу на грин-карту подаваться. Первый год жизни здесь самый сложный, несмотря на то, что, возможно, многие смотрят на этот вид, на Лос-Анджелес, Калифорнию, США, так все классно, на самом деле это только обложка. Обложка. Первый год самый сложный, что было самым трудным для тебя здесь, и главное, как ты это пережила, что ты можешь посоветовать ребятам, которые готовятся к переезду? Ой, это прям реально целая такая история, то есть первый год вы реально не понимаете, чем вам заниматься, вы приезжаете, у вас хаос в голове, вы просто потеряли то, что у вас уже было, а здесь начинаете все с нуля, вас никто не знает, у вас нет друзей, нет близких, это очень сложно, если вы переезжаете один, это вдвойне сложно, потому что нет поддержки, ну то есть тебе нужно прям с нуля все строить, но нужно понимать, что это первый год, захочется вернуться, сто процентов, это я вам гарантирую, но нужно пережить этот год самый сложный, и потом уже я, когда приезжаю в Украину сейчас, понимаю, что ну нет, я уже тут себя чувствую дома, как бы это так странно не звучало, я приезжаю в гости, вот, совет, не бросайте, не бросайте то, что вы начали, обязательно идите до конца, и понимаете, что все трудности это временно, и это пройдет, как говорится, вот, поэтому да. Когда ты прошла этот путь, я так понимаю, что тоже, да не знала, как здесь себя реализовать в плане творчества, танцев и так далее, но все равно ты открыла студию, в какой момент ты почувствовала, что уже должно случиться с человеком здесь, чтобы почувствовать, что он может открыть что-то даже маленькое, но свое? Когда вот год назад, да, примерно, может, чуть-чуть больше, я начала знакомиться с девчонками, ну, там, расширился мой круг знакомств, и я такая, я только пела, вот, потом еще, я думаю, поговорим об этом, я пела здесь и работала в этой сфере, но потом я вспомнила, что, ну, у меня прям эта мысль, что я не танцую, прям угнетала, потому что я люблю преподавать, я люблю людям доносить информацию новую, люблю смотреть, как у них получается, а тут, получается, я этого не реализовывала, и я такая, а почему нет, у меня вон столько появилось знакомым, здесь нет, здесь нет, знаешь, вот, школы, которая ведет от нуля, может быть, есть, но для русскоязычных я не встречала, вот, от нуля, когда ты приходишь совсем начинашкой и вырастаешь до какого-то... Даже американские студии так не учат? Наверное, есть, я не буду говорить, просто то, что мне известно, вот эти студии самые популярные, да, я не видела, чтобы они брали совсем нулевых людей, которые еще не рады... Как я, например, да. И как-то днем, вот так вот летним, я иду мимо студии какой-то танцевальной, оборачиваюсь, понимаю, что там афиша, типа, студия Rantals, все дела, и я такая, поворачиваюсь, думаю, блин, это знак. Карин, знаешь, что ты работала с Монатиком, Лободой, Квест Пистолс, рядом таких больших артистов Украины, неужели переезд в пустоту, пусть и в США, это лучше, чем перспективам вырасти, например, с этими артистами и построить какую-то карьеру там? На самом деле, это не лучше, скажем так, для каждого свое. Кто-то хочет чего-то большего добиться, да, тот бросает все и переезжает сюда. У меня была история такая, что я как бы не планировала переезжать, у меня там все, вот, как ты сказала, да, было хорошо, я как бы только начинала и уже работала со звездами, но так случилось, само собой, что я переехала, и я ни на секундочку не пожалела, вот правда. Если есть возможность что-то новое сделать, обязательно нужно это делать. Поэтому жалеть вообще не о чем, надо делать, надо переезжать. А как тогда вот в этот момент, может быть, ты дашь какие-то советы пережить эту ступень, когда ты начинаешь все с нуля в новой стране и психологически понимаешь, что ты уже чего-то добился на Украине, в России, неважно, да, в другой стране, и как, ну, перебороть в этот момент в себе здесь, или ты занималась как-то? Да, нужно понять, что здесь нет, во-первых, постыдных работ. Когда вы только приезжаете, есть, типа, вот, желание, да, заработать деньги, потому что тут начинается паника на самом деле. Ты должен понимать, что ты первое время не будешь работать по своей профессии, это сто процентов, и нужно понимать, что это все дело временно, то есть все равно ты придешь к тому, что ты любишь. Должно пройти просто вот определенное время, определенный период, и настроиться на то, что первое время, первый год точно будет нелегко. Но потом, когда ты понимаешь, что ради чего ты вот терпел этот год, это того стоит на самом деле, поэтому... Я уточню, то есть ты работаешь первое время ради, там, заработка, чтобы снимать квартиру, но при этом должен иметь какой-то план развития по своей профессии, или, там, любимым делом должен заниматься, чтобы этот скачок произошел, там, через год. Да, ну, главное не передавать свою мечту на самом деле. В этот период, когда ты начинаешь зарабатывать здесь первые деньги, происходит момент, что ты, окей, у меня есть деньги, пусть я работаю не на, там, не на лучшей профессии, не в лучшей профессии, да, своей, там, я не знаю, кто-то мувингом, кто-то еще чем-то занимается, кто-то официанткой. То есть нужно понимать, что не надо останавливаться на этом, потому что получается первый заработок, и ты такой думаешь, окей, то есть я могу таким образом зарабатывать, но этот период нужно понимать, что это зона комфорта, и тебе все равно нужно продолжать что-то делать, чтобы все-таки не изменить своей мечте, и заниматься тем делом, которое ты любишь. Лос-Анджелес действительно очень хороший город для жизни и творчества, но не самый лучший город для поиска мастеров красоты. Например, здесь невозможно найти мастера маникюра, косметологии и прочего, так, чтобы тебе не сделали ужасно плохо. Но мне повезло, ребята меня познакомили с мастером Лизой Бубли, и визажистом, и мастером по бровям, поэтому теперь я хожу только к ней и советую сделать девочке это вам. А если вы приведете свою подругу тоже к Лизе, вы получите 20% на вторую процедуру. Правда? Если скажете, что вы пришли с канала приехать в США. Так что подписывайтесь на Лизу, вот ее инстаграм, записывайтесь к ней, и будьте красивыми! Тоже нужно сказать, что ты не рассчитывала сразу на какой-то доход, потому что ты хотела просто, во-первых, чтобы тебя узнали русскоговорящие ребята, чтобы они поняли, что ты что-то можешь делать, и наработать себе имя, и посмотреть для себя самой, как это все пойдет. И ты за уроки брала 10 долларов в час. При этом какая у тебя была аренда этого часа? Студия на 12 человек, вот помещение, да, стоит сколько? 40 долларов. 40 долларов в час. То есть мне нужно было хотя бы минимум 4 человека на занятии, чтобы я покрывала просто студию. Вот. То есть поначалу я такая, ой, слава богу, я сегодня студию покрыла. Ну, то есть вот так это было. Потом, конечно, когда уже приходят к тебе на студию, там 15 человек, 12, ты уже начинаешь хоть что-то зарабатывать с этого. И как бы еще есть такая услуга, как индивидуальные занятия. Тоже можешь здесь проводить индивидуальные занятия. У меня было пару девчонок, которые брали. В общем, есть разные пути, чтобы как бы зарабатывать, но я считаю, что это не должно быть первоначальной целью твоей. То есть все равно нужно сначала отдать что-то, чтобы потом оно к тебе пришло. Поэтому я считаю, что проводя занятия за 10 долларов, меня узнают, ко мне приходят. В общем, пока так, да. Ты занимаешься только с русскими ребятами. Вопрос, почему ты живешь в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, и не приглашая к себе, не обязательно американцев, интернационально. Ребят, здесь же страна иммигрантов. Можно чуть-чуть повысить цену, например, приглашать их, или просто увеличить количество человек таким образом. Почему ты не выходишь на этот уровень? Смотри, когда... У меня еще есть стоит барьер такой, странный для меня, конечно, уже 3 года живу, но вот преподавать на английском языке. Это прям... Да, у меня есть какой-то базовый уровень английского, который я, в принципе, могу с ним преподавать. Но вот в голове стоит все-таки вот этот барьер, который... О, боже, я сейчас что-то должна объяснить. Я иногда привожу просто, знаешь, ассоциации, как какие-то, вот, когда мы танцуем, чтобы девчонкам было более понятно, что я от них хочу в плане танцев. Но когда тебе нужно на английском это преподавать, ко мне приходило там пару человек, да, да, две девочки приходили, и им нужно было объяснить на английском. Я такая, ух, для меня это прям целая работа, знаешь, чтобы вот прям подумать, объяснить, рассказать. Поэтому я надеюсь, что это будет следующий уровень, когда я в себе это поборю. Я знаю, что ты снималась в Лос-Анджелесе, когда уже переехала в таком очень громком клипе Лободы и Суперстар. Как вообще так получилось? Как ты туда попала? Расскажи об этом. Я работала в Украине с девушкой, ее зовут Маша Колотун, она тоже танцор. Мы с ней познакомились на клипе Пивоварова. Это тоже такой был начинающий певец. Вот, я проходила кастинг у Лободы, но так случилось, что я практически его прошла до конца, но Свете не понравилось, как мы смотримся с девочкой, с Катей, которая с ней очень долго работает. Вот, то есть мы с Катей были знакомы, и плюс Маша мне написала здесь, что вот ищут девочек, танцоров. И я такая, о, здорово, я написала Машке, вернее, написала этой Кате, и Катя говорит, о, здорово, Карина, приходи, будем, мы пришли на репетиции, потанцевали, порепетировали, и, собственно говоря, снимали. Снимали на Венесе. Так вообще странно, потому что что-то такое родное из дома я сделала здесь. Прям, и мне очень понравилось. А есть перспектива, например, сниматься у американских звезд, вообще российскому, украинскому артисту точно так же. И что для этого нужно сделать? Здесь, на самом деле, та же система, что в Украине работает, да, там, в России, нужно, так сказать, быть в тусовке. Ну, как везде, в принципе. То есть ты изначально занимаешься танцами, нарабатываешься какой-то уровень достойный, и потом просто так случается, что ты узнаешь про кастинги, ходишь на эти кастинги, но все равно берут практически одних и тех же. То есть все мы там вращались по кругу с одного клипа в другой. Здесь, мне кажется, действует такая же система. Нужно просто ходить на кастинги, быть на определенном уровне. Но здесь очень большая конкуренция. Все возможно, как говорится. Нет ничего невозможного, но нужно прям постараться, чтобы попасть. Но ты сама думала об этом, чтобы начинать на какой-то другой уровень здесь выходить? Я когда приехала сюда, я думала, что все, я сейчас ворвусь в эти танцы, сейчас начну там, короче, ходить на все классы, на все кастинги. Но я такая посмотрела, что здесь тысяча и один человек на одно место. Ой, даже больше. И я такая думаю, блин, оно нужно мне вообще? Ну, я не настолько универсальный танцор в плане там все, знаешь, когда танцоры танцуют, типа там и классику, и то, и то, и то. То есть для меня это нет. Я танцую определенные стили, в которых я себя комфортно чувствую. Конечно, хочется развиваться, но типа я понимаю, что здесь намного есть такие прям топовые танцоры, эта ниша уже занята, но опять же никого не отговариваю, разные судьбы, разные могут попасться вам возможности. Поэтому для меня так, я не рвусь туда. А как творческому человеку вообще в Лос-Анджелесе создать что-то свое? Как мы уже говорили, здесь большущая конкуренция, здесь каждый хочет рисовать граффити, петь, танцевать, снимать и так далее. Ну, на самом деле, если так подумать, то каждый может, танцор, создать свою школу или создать свои, я не знаю, танцы, студию ориентовать. И главное, с каким ты посылом делаешь. У меня это типа не заработать денег изначально было, а подарить что-то людям. Вот знаешь, вот просто поделиться информацией, зарядить девчонок, я не знаю. Ну, в общем, у меня это с другим было посылом. Поэтому это, как бы, мне кажется, отчасти и принесло мне, знаешь, отдачу от людей. То есть, ко мне приходили реально клевые девчонки, которые хотят заниматься, которые, в общем, получают от этого удовольствие. Я знаю еще, что очень хороший путь, например, обжиться, привыкнуть к городу, познакомиться с такими же творческими ребятами и объединиться. Просто я знаю, что ты тоже этот подход хочешь использовать, просто взять из разных творческих сфер и объединить во что-то в одно. Просто применительно ли вообще это технически успешно это может происходить? Да, смотри, у меня получается из-за того, что расширяется круг общения очень разноплановые люди тебе попадаются на твоем пути. И вот мы с девчонкой, с Таней, она ходит ко мне на танцы и она занимается тоже творчеством, она рисует. И она такая, почему бы нам с тобой, здесь нет типа школы искусств, почему бы нам с собой не сделать школу искусств? Нет, это школа искусств для русскоговорящих ребят, да? Можно сначала для русскоговорящих, потом выйти на американский уровень, но как бы для американцев делать, да, на английском. Но прежде всего, да, наверное, всё-таки для русских больше. Почему? Потому что, во-первых, это ближе к нашему менталитету, потому что здесь нет такого. Здесь ты ходишь, допустим, на вокал, это вокальная школа, ходишь на танцы, это танцевальная школа. А вот как у нас, в наших постсоветских странах, то есть есть школа искусств, там детей учат петь, танцевать, актёрскому мастерству, рисовать. И всё это в один день. И ты можешь походить туда, туда, сюда. Ну, в общем, очень удобно. И на самом деле, у нас есть вот такая база, знаешь, у американцев они очень такие, как бы, прямолинейные. Они знают только вот это, и от этого не отходят. У нас больше, как бы, разностороннее развитие. А вы уже считали, в какую сумму это может вам уйдеться? Сколько нужно заработать, чтобы осуществить это? И может ли это приносить доход быстро? Не меньше 100 тысяч долларов, я думаю, нужно. Да, ну, назовёшь там 10 тысяч. Ну, это так, чтобы как бы всё обустроить, это в идеале, чтобы заплатить рент за полгода, потому что здесь по-любому, если ты ориентуешь здание, нужно будет дать рент за полгода, как минимум, а то и за год. Вот. А это как бы немаленькая сумма, смотрящая в каком районе. А район хочется подобрать такой, чтобы было комфортно, то есть, чтобы это был центр, знаешь, чтобы всем было удобно добираться, и более-менее такая, как бы, комфортная зона, вот как бы, как Норс-Холливуд, допустим. Вот. Так что, да, это как бы кругленькая сумма. Я надеюсь, что найдётся какой-то спонсор. Спонсор найдётся. А спонсор обязательно найдётся, потому что это дело очень такое, ну, как сказать, плодотворное. Плодотворное, да. И сейчас ты хочешь продолжать всё-таки ту студию, которую ты уже открыла, но из-за коронавируса, да, немножко пришлось сделать перерыв, зарабатывать с этого и как-то продвигаться в этой студии. Да, вот мы с понедельника уже открылись, то есть, после коронавируса, конечно, опять нужно всё запускать сначала, то есть, уже были наработанные, знаешь, люди, которые всегда к тебе ходили, которые там уже с каким-то уровнем, да, ты их довёл, потом коронавирус на три месяца, ты такой, опять всё сначала. Но ничего, мы сейчас уже запускаемся, всё хорошо. Да, я планирую, что вот сейчас я веду студию по джесс-фанк, потом с июля, скорее всего, открою студию по хип-хоп, и для деток тоже хочу чё-нибудь за вкус. Карин, помимо танцев, ты здесь ещё и поёшь в русском ресторане, ну, до карантина этим занималась. Есть какая-то перспектива такой работы, и можно ли это рассматривать тем, кто начинает петь, ну, делает это профессионально, да, или стремится к этому? На самом деле, здесь очень мало, вот если говорить про русскоязычные места, петь, да, для русскоязычных людей, то здесь у нас очень в Лос-Анджелесе мало работы певицей. Я работала в русском ресторане три года, это достаточно большой срок, я, конечно, этому благодарна, потому что я получила колоссальный опыт, но скажу так, что здесь этот бизнес умирает, и здесь, да, здесь лучше уже делать что-то своё, выпускать песни, вот тем, кто там вокалисты, да, хотят этим заниматься, лучше там какие-то вечеринки, да, собирать свою команду, собирать свой ковер-бенд, и работать где-то на выездных каких-то вечеринках, потому что русские рестораны, они немножечко уже загибаются здесь, это уже неинтересно. А почему? Потому что ребята приехали молодые, им просто неприкольно сидеть в таких поведениях. Уже вот те люди, которые там были там 40+, вот они в основном там по привычке, знаешь, там, эгэгэй, гулянка там, ну, это прикольно, конечно, но просто сейчас молодёжь уже по-другому гуляет, им уже это неинтересно, поэтому я бы советовала, наверное, вокалистам собирать свой ковер-бенд. Как ты собираешься развиваться именно в этом? Ну, мы поняли, да, насчет танцев, ты всё равно хочешь в свою студию, в какую-то школу искусств, а что касается пения, ты же не будешь это ставлять? Как я собираюсь развиваться? Мы сейчас с девчонками, с которыми работали там, собираемся, 19-го числа, вечеринка в караоке, да, у нас будет, бело-чёрная вечеринка, мы планируем делать вот такие вот тематические вечеринки, там, где будем собирать народ, который любит под русскую музыку потанцевать, попеть и так дальше. Слушай, ну разве это тоже не для той публики, которая ходила в этот ресторан? Как вы планируете туда завлекать мой возраст, мой возраст, молодёжь? Потому что привыкли же всё равно, в Лос-Анджелесе слушать немножко другую музыку русскую. Но они как-то, знаешь, открещиваются от этого все. Возможно, я только заметила. Это просто такой вид, это пыль в глаза. Но некоторые действительно не любят русскую музыку, для них есть другие фестивали, ты знаешь, какие, да? Есть, получается, что есть люди, которые, очень много девчонок, которые любят танцевать по русскому музыку, которые любят попеть в караоке, ну то есть очень много, есть своя ниша, знаешь, вот, всё равно люди разные, кто-то любит дип хаус, кто-то любит поп русский, поэтому я считаю, что на каждую кастрюлю найдётся своя крышка, вот, так что мы занимаем эту нишу. Селодовая роженица. Да. Вот, я думаю, что мы найдём свою нишу и найдём своих людей, потому что такого здесь нет. И ещё последнее, назови три причины, почему творческим людям нужно приезжать именно сюда. Три причины, почему нужно приезжать сюда. Во-первых, это творческое место, здесь как бы, я, допустим, когда была танцором в Украине, всё здесь рождается, все вот эти степы и так дальше, хип-хоп, именно отсюда пошёл. То есть можно быть уже не тем артистом, который что-то украл условно, а быть всё-таки, который это придумал. Да, это точно. Вторая причина, потому что сто процентов здесь найдёте себе единомышленников, которые вам помогут реализоваться. Ну, и третья причина, это потому что здесь всё-таки свободу чувствуешь. Я не знаю, как это объяснить, но здесь ты можешь и зарабатывать деньги, но при этом заниматься творчеством. То есть работая на какой-то работе, которая тебе просто там приносит какой-то доход, у тебя есть достаточно много времени для того, чтобы заниматься тем делом, которое тебе нравится. Я добавлю свою, наверное, четвёртую причину. Возможно, ты не согласишься, будет крутость. Мне кажется, можно делать любую фигню здесь, ну, условно, пробовать что-то, и тебя за это не осудят, в принципе. О, нет, здесь вообще такого нет. То есть ты, есть люди, вот мне очень нравится, что здесь такие люди, которые ты им расскажешь, там, я хочу, не знаю, сделать, там, носки, которые будут светиться, а они такие, блин, это такая крутая идея. То есть по-любому кому-то это точно понравится, и где-то реализуешься, сто процентов. Всё, Карин, спасибо большое тебе, спасибо тем, кто насмотрел, и я хочу сказать, помимо того, что вы должны сейчас подписаться, поставить лайки, написать комментарии, перейти на Карину, перейти на меня, не бойтесь выходить, вообще из зоны комфорта, переезжать в любой город страны, может быть, вы сейчас в любую страну, хотите переехать в Москву, боитесь, делайте это, как мы с Кариной однажды сделали, и будьте смелыми, не только на моём канале, напоминаю, но и в своей жизни. всё, всё, пока, спасибо. Ну вообще, ну просто красотулечка же, ням-ням, вкусно. Я со мной поэтому согласна с работой. Ну, честно говоря, да. Что, ты помнишь, хотела сказать? Да. Давай. Я хотела сказать, что меня здесь очень мучает, мне очень плохо. Давай-давай-давай. Проблемой, то идите, ммм, то могу посоветовать, порекомендовать. Я знаю, как говорить всё. У меня всё написано. Чего ты злишься?